Тяжелый ломовоз вот уже второй час разбирает остатки старого деревянного дома Работы у водителей ломовозов в этом году невероятно много Глава региона Александр Цибульский еще в апреле поставил задачу сносить расселенные аварийные дома, как говорится, под грабли На месте бывших гнилушек должны появиться либо парки, либо скверы, либо расчищенные территории под строительство новых домов Уже более 50 домов работа завершена по сносу и защитке территории До конца сентября городские власти должны расчистить 70 таких территорий Тренд этого года. На улицах Архангельска самая разная строительная техника и ее невероятно много Пока разбирают старые дома, по соседству дорожники укладывают новый асфальт Это щебеночно-мастичный асфальтобетон. Его производят на АБЗ на нашем То есть лаборант постоянно ведет контроль смеси Гарантия 4 года при интенсивном использовании, говорят дорожники Но по нормативам асфальт должен продержаться без ям 10 лет Программа комплексного развития Архангельска стартовала летом по поручению Александра Цибульского На ремонт городских дорог было выделено около миллиарда рублей Беспрецедентная сумма для столицы Поморья Также в Рио губернатор области у Владимира Путина попросил более 10 миллиардов рублей Для строительства новых многоэтажек Для людей, живущих в аварийных домах и признанных такими после 1 января 2017 года Но не попавших в программу расселения Я бы хотел, Владимир Владимирович, к вам обратиться Я считаю, что нам просто крайне необходимо построить до 10 многоквартирных домов За рамками проекта Хорошо договорились, согласен, это правда Запущена и новая программа по ремонту входных групп подъездов архангельских многоэтажек Новый проект для города Архангельска В рамках этого проекта будет отремонтировано 1200 входных групп, то есть подъездов Все лето рабочие красили, белили входные группы подъездов многоэтажных домов Действия региональной власти, конечно, вдохновили городскую креативную молодежь Которая решила также украсить столицу Поморья Известный художник и продюсер творческих фестивалей Илья Кузубов Решил на набережной Северной Двины прорубить в прямом смысле окна в Арктику Все наличники – точные копии старинных, снятых с архангельских домов Деревянная композиция весом в несколько тонн Теперь неофициальный портал, в который жителей и гостей города Будет с пристани отправлять прямиком в Арктику Это будет история двусторонняя, интерактивная То есть можно будет заглянуть в окно отсюда, через фасад увидеть настоящую Арктику Которую сейчас рисует граффити художник Илья Мартынов Все это вот арктическая история с айсбергами и так далее И с другой стороны можно зайти и посмотреть в реальности на окно в Арктику Уличные художники добавили ярких красок в архангельскую действительность Серые и неприметные электроподстанции превратились теперь в настоящее произведение искусства Это была открытка, она была создана несколько лет назад, вот как раз с Марией совместно с множеством Наталья Щукина один из авторов фестиваля стрит-арта Почти три года она убеждала власти города запустить новый проект И разрешить художникам украсить серые стены Архангельска Сама вот эта вот идея масштабно зайти со стрит-артом в город и начать диалог с жителями Начать приучать людей к этому публичному искусству, узнавать как они вообще на него смотрят Она была пока для нас недосягаема, но спасибо Александру Витальевичу, он пообщался с нами, поддержал эту идею За два месяца художники украсили 17 электроподстанций по всему городу Все рисунки обсуждались с жителями города Теперь даже ночью можно будет увидеть обновленный облик города Рабочие уже монтируют новую подсветку знаковых зданий На высотке в центре площади Ленина будут установлены светодиодные фонари Это очень мощные светильники, которые будут стоять на высотке, так называемой Которые будут с высоты, сколько там у нас получается, наверное метров 70 Будут пробивать весь фасад до низа Новое освещение уже установлено на зданиях городской администрации Монтируются фонари и на жилых домах Новая подсветка появится на пешеходной Чумбаровке По проекту засверкать должны объекты деревянного зодчества И уникальные памятники столицы Поморья Рассказывающие об истории и культуре русского севера Который взял курс на полное преображение Чтобы уже через пару лет стать самым ярким, красивым городом В котором приятно жить и куда хочется приезжать в гости